Именно спорта берет свое начало история Анконы. Благодаря лидирующей позиции в торговле между Востоком и Западом город получил название «Врата Востока». Археологические находки периода Микенской эпохи свидетельствуют о том, что уже в XIII веке до н.э. велась торговля с Грецией, народами Печеной, впоследствии с Далмацией и побережьями Истрии. Наконец, дарейцы из своих первоначальных поселений в Сиракузе переселились в гавань и на территории, не вставая в конфликт с местным населением основали город и дали ему имя Анкон, что в переводе с греческого означает локоть. Бухта была оснащена первыми доками. Впоследствии римляне завершили работу греческих предшественников. Император Троян во II веке н.э. выбрал порт Анкона как отправную точку для военных сражений против даков. В честь императора Трояна возведена монументальная триумфальная арка, остатки которой сохранились и по сей день. В IX веке после осады Сарацинов город вместе с портом были почти полностью разрушены. К счастью, арка Трояна не пострадала. Жители Анконы на момент восстановления города прежде всего решили укрепить порт, окружив его крепостной стеной. Высокие квадратные башни защищали гавань. При въезде в город по морю мореплавателям открывался великолепный вид с двадцатью четырьмя башнями. Они не только придавали особое очарование, но и защищали город от опасностей. Между XIII и XIV веками Анкона достигла своего апогея и стала одним из самых важных портов на Адриатике, уступая только Венеции. Начиная с этого периода и до XVIII века Анкона и ее порт постепенно начинали снижать высокие позиции в торговле. Папа Климент XII, благодаря беспошным разрешениям отремонтированным пирсом и построенной больнице, дал новый импульс городу во главе с архитектором Луиджи Ван Виттелли. Период рассвета и роскоши продлился, к сожалению, недолго, так как Анкона, как и другие итальянские города, стала ареной для баталий, связанных с войной за независимость. Анкона была неоднократно в оккупации иностранными захватчиками. В период Второй мировой войны после бомбардировок сильно пострадали портовые сооружения и были уничтожены целые кварталы города. Даже в этом случае были спасены от уничтожения несравнимой архитектурной жемчужины, такие как Триумфальная арка Трояна, Лазарет Ван Виттелли и часть древней крепостной стены. После войны активно начались работы по восстановлению пирсов и причалов, но были отстроены верфи и восстановлены морские перевозки благодаря оптимальному центральному положению порта Анкона на Адриатическом побережье. Сегодня порт является одним из наиболее важных и активных на Средиземном море и играет немаловажную роль в товарообороте. Порт Анконы классифицируется как порт международного значения в Евросоюзе. Через порт Анконы проходит более полутора миллионов пассажиров в направлении Хорватии, Албании, Черногории, Греции и Турции. По числу передвижений на пароме Анконе принадлежит рекорд по международным транзитам среди итальянских портов.